Всем привет! Это мое первое видео, поэтому не судите строго. Как вы понимаете, речь пойдет о покупках, а именно о покупках с сайта Алиэкспресс. Существует множество различных видео обзоров о заказах с Алиэкспресса, и я тоже решила поделиться с вами своими покупками. Итак, я уже тут приготовила одну блузочку. Бузочка неплохая, качество хорошее, бусинки все пришиты ровно, качество пошива в принципе неплохое, нитки не торчали, единственная беда была с пуговичками, они держались практически на одной ниточке, но я перешила в целом, все хорошо по размеру. По размеру подошло хорошо. У продавца было заявлено обхват груди 94 см, нет, 92 см, размер XL. Я заказала на сволоку в груди 94 см, ну и в принципе по размеру вообще отлично. Так, следующее, это такая безделушка, стоила она примерно рублей 40, наверное, я даже не помню. Это такой браслетик. В целом неплохой, но единственное я ждала, что ремешок будет из кожзама, а он такой, как, бархатный что ли, не знаю. Следующая покушка, это шапка. Такая шапочка, сушка не вязаная, теплая на зиму. Я начиталась негативных отзывов конкретно этой шапке, писали, что она там каких-то самых огроменных размеров, заказала на свой страх и риск и не разочаровалась. Связано все аккуратненько, в принципе, и она небольшая, обычная шапка. Так, ну в целом неплохая. Цветов было там несколько. Я выбрала самый универсальный, черный, подойдет подо всем. Так, следующее, это виска. Собственно, очень популярная, есть у многих продавцов, по крайней мере. Она в жизни смотрится намного лучше и ярче, чем на картинке. В качестве вообще никаких претензий не было. То есть, шито все аккуратненько, ничего, ниточки никакие не пришлось обрезать. Здесь есть кармашки. Цвет, как я уже говорила, намного сочнее, чем на картинке. По размерам. У продавца самый максимальный размер был XR и заявлено, он был на бедра до 96 см. Не читавшись в отзывах, что она маломерит, я опять-таки на свой страх и риск заказала эту юбочку. Мой обход бедер 97 см, обход талии 70 см. И она мне пришла чуть-чуть великовата. Так что, не всегда верьте в отзывы. Ссылочки все на товары будут. Покажу о перчатках. Перчатки мне очень понравились. Кожа мягенькая. Кстати, у продавца была заявлена не натуральная кожа, хотя она вряд ли за 200 рублей будет натуральная кожа. Но помпончики натуральные с кроликом. По размеру там был размер фри, бесплатный, подходят, там параметры были даны, но я всегда себе беру очень маленькие перчатки, эти немного великоваты. Но, думаю, сойдет. В принципе, классные шовчики ровные. Все ровненько, ниточек нигде нету. Правда, у них есть такой немного специфический запах. Дальше будут вот такие юбка-шорты. Как они выглядят. Наверное, это единственная вещь, которая пришла мне с сайта, которая вот села просто идеально. Нигде ничего не топорщится, все замечательно. Опять-таки, качество достойное. За такие деньги, я не помню, там в пределах 300 рублей не стоили. Шовчики ровные, ниточки не торчали, запаха не было. Я заказывала по размеру. Я заказывала размер 2XL. У нас будут всеми известные брючки. Эти брючки, наверное, есть у каждой второй девушки теперь. Они есть на сайте у каждого продавца. Вот такие брючки. К брюкам претензий вообще никаких нет. По размеру, по качеству, по качеству пошила. Все идеально. У брюк даже была такая бирочка вот с таким вот ценником, как вы видите. Заказывала я размер L. Это был самый максимальный размер на сайте. И я вам скажу так, что там продавца было заявлено, что эти брюки подходят на бедра до 106 сантиметров. Я вам скажу, что это неправда. Мои 97 лезли. И я думаю, больше туда положить нельзя. Как бы, по сути, на многих я видела эти брюки, они сидят достаточно свободно. Но мне же сидят они не совсем свободно. Но мне так больше нравится. Не люблю сильно такие свободные штаны шароварами. Поэтому я довольна. Здесь есть такие завязочки на поясе. Какая-то фирма. Что-то непонятное. Ткань. Заявлено, что это шифон. Но я, если честно, не очень разбираюсь в тканях. Поэтому ничего вам сказать не могу. Но приятное. Немного тянется. В принципе. Брючки сидят очень классно. Вот. Брючки вообще советую. Опять-таки, повторюсь, ссылочки будут внизу. Какие вопросы возникнут, вы... Обращайтесь, пишите в комментарии. Так. Следующее, что я вам покажу, это будет уже не мои посылки. Эти посылки заказывали моей сестре. Так, начнем мы с юбки. Такая вот юбка-резинка. Всем известная, я думаю. Стоила она 100 рублей. Там плюс-минус 5 рублей. Качество отличное. Вообще замечательное. То есть ниток нигде не торчит. Сшито все очень аккуратненько. По длине длина тоже замечательная. Не короткая она. На мой рост 167 сантиметров. Я ее тоже примеряла. Она подошла отлично. У продавца заявлено, что юбка растягивается до 88 сантиметров. Я вам скажу, что это не так. Туда можно, в принципе, внести бедра сантиметров, наверное, до 100. Да, это точно. И смотреться она будет красиво. Она смотрится классно, на самом деле. Вообще очень достойно. Она носится на талии. И длина у нее на ладони тиши. Колени на мой рост. Сестра не мерила, поэтому, как ей, ничего не могу сказать. Так, следующее. Это джинсы. Такие джинсы. Джинсы, я вам скажу, просто супер. Но, опять-таки, это китайская маломерка. По таблице продавца это 27 размер. Но я вам скажу точно, что это на наш, это где-то 25 размер. Потому, что я себе покупаю джинсы 27-28 иногда. И эти джинсы мне на одну ногу. Джинсы выглядят намного лучше, чем на картинке продавца. Цвет намного сочнее, чем на картинке. Пашив очень-очень хороший. Шовчики все ровненькие. Посадка не очень низкая. Джинсы немного тянутся. Ну, буквально там на сантиметра 2-3 еще может растянутся. Заказывали в моих сестренке на бедра 95 сантиметров. Тоже пока еще не мерили. Поэтому, как ей, ничего не могу сказать. Но, думаю, ей будет хорошо. Потому, что очень-очень худенькая девочка. Стоили эти джинсы 700 рублей по скидке, со скидкой. Сейчас они, по-моему, на сайте стоят 900 с небольшим. Вот. Такие они сзади. Джинсы были представлены на сайте в двух цветах. То есть в голубом и темно-синим. Мы заказали голубой. Там он смотрелся намного светлее. Здесь такой прям классный цвет. Так. Следующий этап будет кофта. Вот такая вот толстовочка. Розовенькая с киской. Она на флисе. Она теплая. Тоже по качеству пошива претензий нет никаких абсолютно. Она шла в размере фри. Тоже бесплатный размер там, как у китайцев он называется. И я думаю, что он пойдет как на 40, так и на 46, но не больше. Поясню, почему. Сестра у меня носит примерно 40-42. Ей она достаточно, достаточно свободная будет, я думаю. Я мерила на свой 44, мне она тоже такая свободненькая в принципе, но в руках уже впритык, как и длина. Я думаю, что девушка до 46 еще в нее влезет, но не больше, потому что будут короткие рукава, будет короткая длина. В целом, качество хорошее, но по этому качеству могу сказать так. У меня была кофта из подобной серии и примерно хватило ее, наверное, на один сезон носки, скажем так, на зиму. Потому что после нескольких стирок на кофте стали появляться каточки, которые вообще, в принципе, от которых никак не избавиться было. Сейчас кофту только дома в огород, как говорится, носить. Вот. Но цвет очень яркий, такой достаточно приятный, нежный. Вот такая кофточка. Ну вот на этом и все. Увидимся в следующем видео. Посылок будет еще много. Так что подписывайтесь на мой канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok